Здравствуйте! В эфире Наши Новости в студии Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Рубль по-прежнему в зоне турбулентности. Каких последствий ждать жителям края? Кто помогает пережить большое несчастье? В крае продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Что объединяет тех, кто воспитывает чемпионов? Пять тренеров в Бийске победили в региональном конкурсе профмастерства. Плюс 60 копеек. Уже второй день отечественная валюта держит курс на укрепление. При этом состояние турбулентности может затянуться. Эксперты в этом уверены. Каких последствий ожидать, если лихорадка рубля продолжится, пытался разобраться Кирилл Политов. 77 стоит, да? 77 795 будет. Эта цена еще 14-го, наверное, года. Ну, это точно не помню. Нет, ценник меняли. Но пока не продадим ее, новую покупать не будем. Николай не торопится менять ценник. Пока, говорит, есть товар на складе, цифры будут прежними. Придет новая поставка, тогда уже смело можно будет обновлять. Посчитать несложно. Цена увеличится примерно на 10% от уже существующей. Об этом предпринимателя поспешили предупредить поставщики. Так что изменение стоимости, в данном случае электротоваров, вопрос лишнего времени. Все подскочит. Естественно, подскочит. Уже нас предупредили. 10%. Но некоторые наши поставщики сказали, что пока остатки есть, мы остатки будем продавать по старой цене. Рубль вновь лихорадит, хотя не так масштабно, как 4 года назад. Свежие санкции пошатнули позиции отечественной валюты. Сейчас американец завис на отметке в 61 рубль, евро в 76. Это при том, что бивалюты в последние дни потеряли несколько позиций. Скачка цен на продукты, машины и путевки тоже не избежать, говорит финансист Мария Кулагина. Правда, уверяет, что не более чем на 20%. В разы ничего не вырастет, паниковать не стоит. И мы полагаем, что 2018 год, вот этот настоящий кризис, он легче, чем 2014 и 2008. Поэтому повышения существенного не произойдет. Но незначительно увеличится. Примерно этого увеличения стоит ждать от одной недели до двух месяцев. В списках на вырост, опять же, традиционно путевки за границу. Хотя в офисах туристических агентств Барнаула жаттажа не наблюдается. Те, кто забронировал путевки по старым ценам, велкам за рубеж без каких-либо доплат. Новые продажи туров пока поставлены на паузу. Жители края замерли в ожидании. Что касается новых бронирований, ну практически пока на паузе. То есть если какая-то цена интересная, народ бронируется. Но дальних бронирований на длительный срок, отложенный срок пока нет. Предположить, как поведет себя валюта в ближайшее время, пока сложно, заявляют эксперты. Добавляют, все будет зависеть от самих санкций. Первый вариант, если российским компаниям реально запретят работать с зарубежными, тогда нового подъема не избежать. Второй, если слова иностранных политиков так и останутся не более чем словами, роста не будет. Но в любом случае, главное, как говорят специалисты, не паниковать. И уж во всяком случае не скупать тоннами бытовую технику, автомобили и продукты питания. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Мэрия Барнаула назвала возможную причину деформации тротуарного покрытия в Нагорном парке краевой столицы. Судя по ответу на наш запрос, который мы получили из мэрии, цитируем, «просадка покрытия из тротуарной плитки произошла по причине наезда транспортных средств на пешеходные дорожки, о чем свидетельствует характер повреждения в виде колеи». При этом в мэрии не отрицают, что причиной разрушения дорожек могло быть также несоблюдение технологии укладки плитки, ведь работы проводили в холодную погоду. Восстанавливать покрытие, исходя из того же ответа, мэрии будут в мае. Сделает это подрядная организация новосибирская компания «Стройподряд» за свой счет. Большая вода не отступает. По последним данным, потоплено пять районов края, почти 150 приусадебных участков и три жилых дома. Между тем, от первой волны паводка пострадало больше тысячи домов. Люди лишились вещей, мебели, запасов еды, скота. В крае продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Накануне вещи первой необходимости из Барнула доставили в село Михайловка, усть Калманского района. Там 26 марта, буквально за 15 минут, люди лишились практически всего. О том, кто помогает людям пережить большое несчастье, Валентина Аскерова. Курки, кофты, шарфы и постельные предотвежности жители села Михайловка принимают любую помощь. Правда, с робостью не привыкли. Но деваться некуда, сейчас у многих нет даже носков. Четырехметровая волна, которая пришла 26 марта, в считанные минуты снесла все на своем пути. С момента разгула стихии прошло почти три недели, а люди по-прежнему с ужасом вспоминают тот день. Я даже не понял, сижу с мальчиком с маленьким домом, 9 лет мальчиком. Ну и все. Ну мальчик попросил меня покушать. Ну я ему подал только покушать. Вот так голову поврячу, волна идет. Какие последствия, дом жилью не подлежит, мебель тоже, все, все пострадало. Сына Сергей закинул на печь, а сам почти три часа простоял в ледяной воде до приезда спасателей. Сейчас мужчина с семьей ютится у родственников. Теплые вещи, постельное белье и другая помощь пришлись как раз к стати. Одно-то приятно, что помогает, но неприятное ощущение, когда вот эта вода и что остался без ничего. А вот Татьяна Федосеева взяла вещи для своего брата Евгения. 26 марта он и его семья остались без всего. Личные вещи испорчены, а дом восстановлению не подлежит. Приятно, когда помогает? Ну, конечно, все-таки брат. Они не ожидали этого, даже не думали уезжать. Но раз такое получилось, вот уехали теперь, потому что там жить нельзя. Всего от стихии пострадало больше 300 жителей Михайловки. Это почти половина села. Первый раз гуманитарную помощь сюда доставили уже на второй день. Мешки с вещами, обувью, комплекты постельного белья, коробки со средствами гигиены и бытовой химии собирают и привозят жители райцентра, депутаты, предприниматели и благотворительные организации края. Сразу привезли 23 комплекта постельного белья. Буквально вчера еще одна помощь пришла. Привезли 20 комплектов. Привезли верхнюю одежду, которую в основном сегодня все разобрали. А в субботу приезжал депутат КЗС Мудвейко с нашим главой района Павлом Ивановичем. Тоже привезли 5 комплектов постельных принадлежностей. И развезли это вот остро нуждающимся. Почти все уже раздали. Осталось 5 комплектов белья. В сельской администрацию ждут новую партию, которая должна прийти на днях. Между тем в Центры социального обслуживания населения и благотворительные организации крупных городов края каждый день продолжают приносить посылки с вещами. Целый грузовик со всем необходимым накануне собрали и в Бийске. Это уже второй транш от фонда Александра Прокопьева. Мы доставили 80 одеял, 80 подушек, матрасов для пострадавших людей в этой ситуации. Также постельных принадлежностей. Также еще дополнительно привезли сегодня воду бутылированную по 5 литров. Помощь сейчас принимают и в комплексных центрах социального обслуживания во всех районах и городах. Жители, представители предприятия, а также чиновники и депутаты постоянно приносят туда одеяло, подушки, продукты и многое другое. Сбор идет и в Барнауле. Один из пунктов – Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. Каждый может принести сюда необходимые вещи, а также помочь финансово. Есть люди, которые абсолютно бескорыстно идут и покупают, то есть заходят сначала, спрашивают, что нужно, потом идут, покупают шампунь, мыло, туалетную бумагу и приносят пакетами, отдают. Люди идут в пункты сбора, приносят кто что может, чтобы поддержать пострадавших и облегчить их положение. А между тем, в ближайшее время паводковая обстановка в крае вряд ли улучшится. Специалисты прогнозируют подъем воды во всех реках региона. Так что посильная помощь неравнодушных людей обязательно понадобится. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Грипп в этом году, по словам российских экспертов-медиков, непредсказуем. Развитие болезни не укладывается в привычные рамки. Середина апреля, а в некоторых регионах, по сообщению главного санитарного врача страны, эпидемия только набирает обороты. Между тем, в Алтайском крае на днях отменили ограничительные мероприятия. Масочный режим снят, посещение больных в медицинских учреждениях вновь разрешено. Роспотребнадзор края отметил значительное снижение числа заболевших. Если в конце марта было зарегистрировано 18 тысяч случаев, то уже недели позже заболеваемость ОРВИ снизилась на 9%. Несмотря на это, врачи советуют не расслабляться, соблюдать меры профилактики, поскольку весна в этом году, как и грипп, непредсказуема. Тело Барнаулица, умершего от лихорадки Денге, наконец-то отдали родственникам из тайского госпиталя. Однако семью обязали выплатить долг за лечение – около 4 миллионов рублей. Напомним, 16 марта Герасима Григорьева экстренно госпитализировали. За месяц мужчина перенес кому. Периодически у него останавливалось сердце, отказывали почки. Спасти жизнь россиянину не удалось. 11 апреля Барнаулиц скончался в больнице Пхукета. Его мама и родная сестра вынуждены были подписать рассрочку на сумму еще 632 тысячи бат. В это воскресенье уже состоится в Таиланде кремация Герасима. Неравнодушные продолжают помогать семье, собирая деньги, чтобы уже не вылечить, а по-человечески похоронить Герасима Григорьева. Продолжим. Алтайскому краю требуется больше педагогов для учреждений сферы дополнительного образования. Об этом заявили организаторы региональной конференции, которая сегодня завершила работу в Барнауле. Более большая встреча педагогов приурочена к столетию сферы дополнительного образования в России. Ее участники в течение двух дней обсуждали инновационные методы обучения детей. Причем они должны быть профориентационными, чтобы ребенок с малых лет мог выбрать профессию и начал получать трудовые навыки. Специалисты отметили, что сегодня особый упор нужно сделать на развитие кружков из секций технического творчества. Старноостр нуждается в инженерах разного профиля. Но взращивать будущих технологов должны педагоги соответствующей квалификации. Таких пока не хватает. Поэтому принято решение разработать специальные программы для обучения таких специалистов. Современный педагог дополнительного образования также должен быть постоянно в непрерывном своем самообразовании. Поэтому речь о сокращении кадров не стоит. Речь сегодня идет о том, чтобы наоборот расширять эти программы, еще раз выводить их в летние оздоровительные лагеря, в общеобразовательную школу. Поэтому каждый педагог дополнительного образования ценен на счету. И мы, наоборот, разворачиваем программы подготовки педагогов дополнительного образования. Пару часов назад в Наукограде подвели итоги самого масштабного студенческого фестиваля Алтайского края «Феста-2018». Члены жюри отсмотрели огромное количество творческих номеров в сумме более 70 часов – вокала, танцев и театральных выступлений. Конкурсная программа длилась три дня. Сегодня среди тысяч студентов определили победителей. Среди них наш корреспондент Ирина Корчагина, которая заняла первое место в номинации «Документальный фильм». Здесь работают и наши коллеги, китайские журналисты. Чтобы писать об археологии, им пришлось самим взять в руки лопаты и совочки. Теперь лауреатам «Феста» предстоит защищать честь Алтайского края на всероссийской студенческой весне, которая пройдет в Ставрополе. Туда представители всех университетов Алтая отправятся в мае. Главный тренер национальной сборной по хоккею покинул свой пост, сообщает российская газета. Об этом журналистам рассказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отметив, что Олег Знарок психологически подустал. Он много сделал, стал олимпийским чемпионом. Напомним, Знарок возглавил сборную страны после Олимпиады в Сочи. После этого российская команда ни разу не оставалась без медалей мировых первенств. После ухода Знарка исполняющим обязанности главного тренера назначен Илья Воробьев, который возглавлял магнитогорский «Металлург». Что ждет сборную страны по хоккею на очередном чемпионате мира после ухода известного тренера? Этот вопрос мы сегодня задали барнаульцам. Мое мнение, что сборная выиграла Олимпиаду, и нельзя убирать тренера такого, как Знарок, из-за того, что СКА вылетела из плей-офф. Я считаю, тренер хороший, столько лет доказывал всей России. Я думаю, кто бы ни был тренером, хоккей в России был и будет развиваться. И мы гордимся тем, что у нас какой-то футбол бы так развивался, еще было бы лучше. Нормально. Думаете, нормально? Нормально, да. Окей, все хорошие. Нормально быть. Лучшие тренеры живут и работают в Бийске. Пять спортивных наставников Наукограда победили в региональном конкурсе профессионального мастерства. В числе лучших – борцы, пловцы, стрелки. Что объединяет тех, кто воспитывает чемпионов и спортивную гордость Бийска, знает Евгений Ижутов. Сергей Сергеевич скоро отметит первый юбилей тренерской деятельности. Он уже 10 лет учит детей не просто держаться на воде, но плавать быстро и красиво. Что такое 10 лет для тренера? Это время, когда отчетливо видны результаты работы. Поначалу я считал чемпионов края. Сейчас уже перестал это делать. Сейчас стараюсь считать чемпионов России. Пока что у нас их двое. Но это лишь небольшая часть достижений Бийского тренера. Победителей выбрали по нескольким критериям. Достижения воспитанников за год. Учитывалось не только количество медалей, но и уровень соревнований. Так, одним из лучших в номинации тренер по олимпийскому виду спорта стал Игорь Каменский. Отец и наставник серебряного призера Олимпиады в Рио Сергея Каменского. В 2017-м успешный тандем по-прежнему стреляет в яблочко. Сергей Каменский сейчас находится в Лизе Наре. Это стрелково-спортивный комплекс в Подмосковье, недалеко от Дмитриева. Готовится на учебно-тренировочном сборе к этапу Кубка мира. И все же пример семьи Каменских в нашем городе случай единичный. Чаще бывает так, что незнакомый ребенку тренер спустя годы становится родным. Он как отец, да, он так же тебе подсказывает, рассказывает, переживает за тебя даже на соревнованиях. Марк говорит о Василии Акалелове. И эти слова, наверное, лучше любого звания. А ведь тренер по греко-римской борьбе далеко не сразу понял, что воспитывать борцов его призвание. Сейчас у Василия Васильевича занимается больше 70 юных спортсменов. Ну вот у нас задача. У нас 4 тренера и 4 у каждого должен быть олимпийский чемпионат. Из всех награжденных тренеров в этом году ближе всех к олимпийским медалям сейчас находятся воспитанники Елены Соколовой. Она тренирует пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. В прошлом году ее команда блистала на Кубках и чемпионатах России. На их счету ни один мировой рекорд. 2017-й стал особенно удачным и для тренера школы самбо Владимира Первого. Его борцы в составе сборной края ездили на международный турнир в Петербург. Владимир Игнатьевич за 35 лет тренерского труда дважды становился лучшим в профессии. Такие звания, такие это заслуга нашей школы. То есть всей школы к нам начинают относиться, нас слышат на слуху. У каждого лучшего тренера Алтайского края есть свой секрет успеха. Свой вид спорта они считают самым лучшим, а детей самыми способными. И каждое достижение воспитанников для них это лучшая награда. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства Гинкаум способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. Гинкаум в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурно и дождливо. В Валейске, Рубцовске и Заринске 12 выше нуля. В Бийске до 7, в Камнино-Аби 6 тепла. В Белокурихе 14 выше нуля. В Барнауле ночью возможен снег и до минус одного. Днем пасмурно и до 11 тепла. И у нас на этом все. До встречи. Маркировка товаров в России. Это просто. Для этого создана государственная информационная система маркировки. В ней отображается вся информация о движении товаров, промаркированных контрольными знаками с использованием радиочастотной идентификации. К системе подключаются все участники оборота. Производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. Для работы в системе разработан удобный личный кабинет, в котором можно выполнять все операции в режиме онлайн. Для каждого товара производители и импортеры бесплатно получают уникальный номер в международной системе GS1. Контрольные знаки заказываются на предприятии Госзнак и доставляются в субъекты Российской Федерации бесплатно. При вводе в оборот товар маркируется, и информация о его движении от производителя или импортера к оптовым продавцам и в магазины заносится в систему маркировки. Контролирующие органы и покупатели могут в любой момент проверить подлинность товара. Для этого не обязательно иметь специальное оборудование. При помощи обычного смартфона можно получить информацию о конкретном товаре. Маркировка. Это просто, удобно, полезно. Александр Камагин воевал на Западном фронте, участник Висло-Одерской операции. В 1945 году проделывал переходы в минных полях при прорыве вражеской обороны, обеспечивал переправу личного состава, боевой техники и боеприпасов через реку Пилица и Варта. За мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Александра Камагина увековечено на мемориале славы в Барнауле. Героя Советского Союза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова